Apple продолжает удивлять и знаешь, что втихую представили HomePod второго поколения. А вот теперь напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас вообще была колонка от компании Apple первого поколения, пользовались, не пользовались, они довольно-таки были популярны, все хотели, но, скажем так, зачем покупать HomePod, когда есть, к примеру, колонки, к примеру, с Алисой? Ладно, честно скажем, что для нашего рынка, конечно, Siri не особо такая себе помощница будет, но с точки зрения того, что это, как бы, умная колонка, можно сказать, для Америки, в каких странах ее еще будут использовать, давайте взглянем на нее, чего изменилось, и, во-первых, сравним ее, можно сказать, физически с Яндекс.Станцией Макс. Ну, для сравнения, это Яндекс.Станция Макс, и почему-то Яндекс додумались сюда поместить часики, а Apple не додумались. На самом деле, нет, то, что Макс, это вообще потрясающая колонка, это круто, потому что вот это вот колечко, прям все реально очень офигенно, понятно и интуитивно. Ну, давайте посмотрим с вами сравнение, мы, потому что можем поставить нашу HomePod рядышком, вот так вот, бац-бац-бац, продолжайте двигать iPhone, да продолжай, продолжай, вот она поставилась, и вот так вот на экране сможем посмотреть, насколько она будет большая или маленькая. Ну, вот по сравнению, смотрите, с Яндекс.Станцией Макс, вот так вот будет выглядеть новый HomePod. Как компот, прям, да, звучит. Ну, так вот она меньше. Не, ну, прикольнейше, хотя бы так можно будет посмотреть, как-то сравнить, знаешь. Вот вам сравнение Яндекс.Станции Макс и HomePod. Why not? Очень странно, что они представили, знаешь, так втихую, как будто нечего там уже, ну, по факту сказать, заявить. То есть, выглядит она ровно так же, в ней стало всего даже меньше, чем раньше. То есть, раньше было там, к примеру, 7 микрофонов, стало 5, высокочастотные динамики было там 7, стало 5. Ну, низкочастотные есть, нету поддержки там HDMI, то есть никуда так особо не воткнешь. В принципе, можно создать из них стереопару, но создать стереопару там со старой HomePod и снова не получится. Нужно тебе покупать два новых HomePod, один стоит сейчас, получается, по предзаказу там 300 долларов. Умная колонка за 300 долларов. Ну, это, кстати, довольно-таки дорого, я считаю, для колоночки такой. Хоть, может быть, она будет звучать, может, как прикольно, но я не думаю, что она будет прикольнее, чем первый HomePod. Вот, вот так вот, акустику, как показывают на сайте, у тебя, к примеру, терек, приставочка Apple TV, и по бокам две колонки по 300 баксов, и у тебя будет, типа, стерео. Хотя, блин, мне кажется, за 600 долларов можно нормальный такой саундбар взять или там с сабвуфером. Ну, здесь, конечно, кому чего. Прикольная тема есть, что, как показывают на сайте, типа, если у тебя по всему дому расставлены там HomePod, то ты, например, там, мамы на кухне готовишь и говоришь, там, Siri, скажи всем, что все готово. И она по всем колонкам дома говорит, все готово, все идут. Более мощный чип там и так далее, это все понятно. Просто я бы вообще туда добавил бы, знаете, что, вот, к примеру, возьми ты Apple TV вообще приставку. Ладно, ее можно оставить, хотя сейчас уже тоже в большинстве телеков, как бы, Apple TV встроено. Нафига тебе это отдельно, меди-приставка? Могли бы сделать что-нибудь два в одном, типа, как HomePod, и из нее же то же самое HDMI, бац, у тебя вроде как и колонка, и вроде как Apple TV. Ну, ладно, это, конечно, мои такие фантазии. Два цвета, такой белый и черный, повышенная автоматизация дома. Короче, в колонке теперь есть датчики, которые тебе могут сообщить о температуре. Ну, это прикольно, когда у тебя уже в колонке есть датчик температуры, классно. Мало того, что, ладно, температура, так еще и датчик влажности есть, охренеть. Кстати, раньше говорили, что, по-моему, тут в мини-HomePod тоже такие датчики имеются, они никогда не использовались. Видимо, Apple, наверное, тестировала их на всех. Прикольно, тема еще ввели. То есть, колонка, ну, это на программном уровне, я так понимаю, происходит в любом случае. Колонка у тебя стоит, например, дома, и если срабатывает какой-то датчик пожара, там, дыма и что-то еще, ну, он где-то у тебя в комнате, в квартире, там, не знаю, в доме начинает въезжать, она это услышит своими микрофонами, и если ты где-то находишься далеко от дома, она тебе сообщит об этом, что дома у тебя беда. Ну, как и до этого, что HomePod анализирует, где он вообще находится, чтобы подстроиться под акустическую сцену у тебя дома. Из-за нового чипа, там, более быстрое подключение, то есть, подошел просто так, это, чик, все, начал играть. Ну, нет, в экосистеме Apple, конечно, это выглядит прикольно. Сверху диспетчер, где у тебя сенсорные клавиши увеличения мишени громкости. Свою штуку сделали, вот, называется, такой протокол Mentor. Ну, короче, я так понял, может, в, это, HomeKit или AppleKit, как это называется, то есть, как у нас там, протокол ZigBee, к примеру, популярный в Китае, а там это называется Mentor. Ну, в итоге, для любителей всего от компании Apple подойдет, да, потому что старую колонку уже сняли с производства, ее не продавали, вот, выпустили новую. Не, ну, как, знаешь, предмет искусства, выглядит классно, конечно, тут по-эпповски очень круто. Ну, 300 долларов, что-то, мне кажется, как-то дороговато, все-таки, для такого, если бы добавили еще часы, цены бы ей вообще не было. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на YouTube и на Zen канал. С вами был Леон, до новых встреч, пока.